Произведения этого художника находятся в собраниях Российской государственной библиотеки искусств, Государственного театрального музея имени Бахрушина, Московского музея современного искусства, в частных коллекциях России и зарубежья. А теперь их можно увидеть в Щелкове. Михаил Бабенков – известный московский живописец-график, член Союза художников России. В выставочном зале галереи Щелковского историко-художественного музея – его персональная выставка. Небольшую экскурсию по ней для нашей съемочной группы провела сотрудник музея Светлана Борозина. Одной из отличительных черт творчества Михаила Бабенкова является исключительное тонкое понимание цвета. Изображая людей, предметы, пейзажи, он не ставит перед собой задачу фотографически точно передать предмет, а скорее при помощи линии, цвета, пятна, хочет передать нам свое впечатление, полученное от этого предмета, передать некий образ цветовой. Очень трудно назвать какой-то конкретный стиль, его часто причисляют к колористическому направлению в живописи. Михаила Бабенкова зачастую называют продолжателем традиций таких ярких художников XX века, как Джордж Моранди, Владимир Вейсберг и Роберт Фальк. Михаил Бабенков пишет в разных жанрах. На выставке представлены его натюрморты, пейзажи, портреты. Каждое направление заслуживает внимания. На мой взгляд, особенно интересны натюрморты Михаила Марковича. Есть такой образ, как говорят искусствоведы, что они подобны сцене. И действительно это похоже на то, и в зависимости от разыгрываемых ролей меняется колористическое взаимоотношение предметов. Они то пытаются максимально приблизиться друг к другу, то мы видим такой явный конфликт героев произведения, где ни один не хочет уступать первую партию другому. Каждый художник по-своему видит и передает на своих полотнах окружающий мир. Взгляд Михаила Бабенкова в его пейзажах. Их сумеречный свет, сложная, сдержанная палитра, чаще минорная. Таким мы видим окружающий мир в творчестве Бабенкова. Очень необычно выглядят портреты работы Михаила Бабенкова. На выставке представлена серия его автопортретов, а также серия «Бабушка». Это навеянные юношескими воспоминаниями образы его родной бабушки, Софьи Соломоновны. Стоит перейти в другой зал, и мы уже улыбаемся этим милым мордашкам. Анималистика, образы собак разных пород в творчестве художника занимают не последнее место. В экспозиции также представлены работы из анималистической серии, работ Михаила Бабенкова. Большая часть из которых – это изображения его старого друга, музы, как сам он называет, своего верного друга, лабрадора Ляли. Мы обратили внимание, что большинство работ анималистической серии и еще несколько других выполнены в необычной технике. Это вид графики. Произведения пишутся на бумаге, тушью, с помощью тростникового пера. По сути, палочка, но заточенная под углом, заточенная, как вот перышко, как мы привыкли себе это представлять. Ну, в принципе, да. И особенно интересно, да, вот на этом видно. Это очень быстрый набросок. Иногда на такую работу уходит около 30 секунд. То есть моментально схваченное впечатление от объекта или, вот в данном случае, от животного. Вот такая выставка развернулась в зале галереи. Познакомиться поближе с творчеством Михаила Бабенкова можно до 20 июля. Ирина Микеда, Владислав Реус, Щелковское телевидение.